Здравствуйте, дорогие ребята! Мы вновь с вами отправляемся в волшебный мир сказок. Сегодня мы в гостях у русской народной сказки. Посмотрите, это иллюстрация к стихотворению Александра Сергеевича Пушкина «У лукоморья». В этом стихотворении он рассказывает о героях и персонажах русской сказки. Я прочитаю несколько строк, и найдите это стихотворение, и обязательно прочитайте. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Вот такой волшебный мир русской сказки. Наша сказка называется «Береза и три сокола». Береза, вы знаете, это название дерева, а сокол, вот посмотрите, это такая хищная птица, очень быстрая птица и очень красивая птица. Это история про березу и трех соколов. С чего начинается эта сказка? Солдат получил оставку и пошел к себе на родину. Вы знаете, в старину солдату служили ребята 25 лет. Можно сказать, они только когда состарятся, могли вернуться к себе на родину. И в русских сказках очень широко используется тема солдата, который возвращается с войны к себе домой. По дороге он встретил нечистого. Нечистый это кто? Это как бы иносказательное название черта. Встретил нечистого и нечистый предлагает солдату наняться к нему в работнике, сторожить трех соколов. Солдат согласился, деньги ему всегда были нужны. И когда он вышел во двор, он увидел березу, прекрасную березу. И береза заговорила с ним человеческим голосом. Она предложила ему, прошу тебя, солдат, отправься к священнику и попросил у него, чтобы он дал тебе, что он увидел сегодня во сне. Как только солдат пришел к священнику, священник дал ему книгу. Вернулся солдат и стал читать эту книгу. Первую ночь он читал и появилась из березы только по плечи прекрасная царевна. Вторую ночь прочитал он книгу, царевна появилась только до пояса. И когда он на третью ночь прочитал всю книгу, то из березы полностью вышла царевна. И она рассказала солдату о том, что нечистый их заколдовал. И она говорит, а эти три сокола, которые летают рядом, это мои родные братья. Они хотели спасти меня. И сами попались в ловушку. Нечистый обратил их соколов. Только она это произнесла, соколы прилетели, ударились о сырую землю и обратились добрыми молодцами. Вот так вот солдат спас и царевну и трех ее братьев. И они вернулись обратно в их царство. Царь с царицей очень обрадовались и щедро наградили солдата. Одели его богатые одежды и выдали замуж за него царевну. И стали они жить, поживать, да добра наживать. Вот такая интересная русская сказка. Прочитайте ее обязательно, ребята. Перейдем теперь к грамматической части нашего урока. Главные и второстепенные члены предложения. Ребята, давайте сначала задумаемся над смыслом слова главные члены. Где мы встречаемся с этими словами? У каждого из нас есть семья. И в каждой семье кто главный? Это папа и мама. Верно. У вас, наверное, иногда спрашивают, кто из них главнее. Но мы знаем, что они оба главные. И папа главный, и мама главный. И они вместе составляют основу семьи. Ребята, жизнь слов предложений похожа на жизнь людей в семье. И в предложении есть главные члены. Как они называются? Верно, ребята. Они называются подлежащие и сказуемые. Нельзя сказать, что подлежащие главнее сказуемого или сказуемые главнее подлежащего. Они оба главные и оба составляют грамматическую основу предложения. Что такое подлежащие? Подлежащие обозначает, о ком или о чем говорится в предложении. И отвечает на вопрос, кто или что. Например, давайте разберем предложение. Девочка гуляет со своей собакой. Кто девочка? Значит, в этом предложении речь идет о девочке. Девочка – это главный член, это подлежащие. Дальше, что такое сказуемое? Сказуемое обозначает то, что говорится о подлежащем и отвечает на вопросы, что делает, что делал, что будет делать, что сделает. А еще сказуемые, ребята, может отвечать на вопросы, каков, какова, каково, каковы. На эти вопросы отвечают краткие прилагательные. То есть у прилагательных есть такая форма, краткая форма, не от всех прилагательных, но от многих прилагательных можно образовать краткую форму. И если в предложении вам встретится прилагательное в краткой форме, знайте, что оно является сказуемым. Давайте пример приведем. Например, красивый – красив, умный – умен, хороший – хорош. Если мы в предложении встретим такие краткие прилагательные, мы тут же их обозначаем как сказуемые. Девочка гуляет со своей собакой. Девочка что делает? Гуляет. Значит, слово гуляет отвечает на вопрос, что делает. И в этом предложении гуляет будет являться сказуемым. Остальные слова мы называем второстепенными членами предложения. Они не входят в основу, они только поясняют подлежащее или сказуемое, или могут пояснять другой второстепенный член. Посмотрите, девочка гуляет – это основа предложения, подлежащаяся сказуемым. У нас в этом предложении два второстепенных члена – со своей и собакой. Давайте посмотрим, какой член поясняет слово собакой. Гуляет с кем? С собакой. Значит, слово собака поясняет сказуемое. Со своей собакой. Слово со своей поясняет слово собакой. То есть в этом случае этот второстепенный член поясняет другой второстепенный член. С собакой чьей? Со своей. Давайте перейдем к выполнению упражнений. И выполним упражнение 37 на странице 31 вашего учебника. Составь из слов пословицы. Запиши, найди в них главные и второстепенные члены предложения. Давайте посмотрим, какие слова у нас. Скуки умелые, не руки знают. Значит, в первую очередь всегда выбираем предмет, о котором будет идти речь в предложении. Мы видим, что в этом предложении речь идет о руках. Руки что делают? Не знают. Руки какие? Умелые. Не знают что? Скуки. И получается, какое предложение? Умелые руки не знают скуки. То есть, если у человека умелые руки, он всегда найдет с чем себя занять. Следующий набор слов. Каждая течет к река морю. Опять находим предмет, о котором будет идти речь в этом предложении. Предмет река. Верно. Река что делает? Течет. Правильно. Течет куда? К морю. Река какая? Каждая. Молодцы, ребята. И у нас получилось следующее предложение. Каждая река к морю течет. То есть, все имеет какую-то закономерность. То есть, закономерный конец. Каждая река к морю течет. Следующий набор слов. Утонет в деле доброе воде? Не. То есть, о чем идет речь в этом предложении? О добром деле. Дело. Дело что сделает? Не утонет. Дело какое? Доброе. Не утонет где? В чем? В воде. Верно. Значит, получается такая пословица. Доброе дело в воде не утонет. То есть, нужно стараться делать добрые дела и никогда доброе дело не теряете. Поэтому, говорят, в воде не утонет никогда. Берет города смелость. О чем пойдет речь в этом предложении? Конечно, о смелости. Что смелость? Смелость что делает? Берет. Берет что? Города. И получается пословица смелость города берет. Что если человек смелый, он может достичь очень каких-то высоких целей. Теперь следующее упражнение. Упражнение 38 на странице 32. Разгадай ребус, напиши предложение и сделай разбор предложения по членам. Давайте разгадаем. Нам дали такой вот музыкальный ребус. Если вы знаете нотки, то вы легко ответите на этот вопрос. Здесь изображение ноток. Это нота до и ми второй октавы. Давайте запишем их. Дополняем слог ки. Получается слово домики. Дальше число сто. Давайте запишем его с помощью букв стоят. Яд. У. А это нотка ре второй октавы. Ре. И добавим слог ки. Какое предложение получилось? Домики стоят у реки. Молодцы ребята. Вот наше предложение. Домики стоят у реки. То есть в этом предложении давайте найдем главные члены. Что домики? Что делают домики? Стоят. А стоят где? У чего? Стоят у реки. Значит у реки будет второстепенный член. Вот мы с вами разобрали это предложение по членам. А теперь выполните задание. Упражнение 39 на странице 32. Ребята, будьте внимательны при выполнении заданий. И у вас все получится. До свидания, ребята. Здравствуйте, ребятки. Я вас приветствую на уроке математика. Сегодняшняя наша тема умножения и деления на 10. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Помогите, пожалуйста, мне решить умножение на 10. 1 умножить на 10. 10. 2 умножить на 10. 20. 3 умножить на 10. 30. 4 умножить на 10. 40. 5 умножить на 10. 50. 6 умножить на 10. 60. 7 умножить на 10. 70. 8 умножить на 10. 80. 9 умножить на 10. 90. И 10 умножить на 10. 100. Хорошо, спасибо. А теперь, ребятки, обратите внимание на наше произведение. Что можно о них сказать? Мы произведение выписали через запятую. Посмотрите внимательно и скажите. Что можно о них сказать? Правильно. Эти числа, ребятки, которые заканчиваются на ноль. Как можно назвать одним словом эти числа? Правильно, круглые числа. Кроме этого, что можно сказать о них? Молодцы. В разряде единиц у них нолики. А в разряде десятков последовательно каждое следующее число у нас увеличивается на одну единицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Хорошо, ребятки. Молодцы. А теперь давайте рассмотрим следующее задание. Задание первое. Покажите на числовой оси произведение. 10 умножить на 5. Как показать это на числовой оси? От нуля. 1, 2, 3, 4, 5. Мы сделали с вами 5 шагов. Получилось у нас 50. Следующее посмотрим. 10 умножить на 7. Опять берем от нуля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы сделали с вами 7 шагов. У нас получилось число 70. Запишем данные. Хорошо. Перейдем к следующему заданию. А теперь, ребятки, покажите на числовой оси частные чисел. 80 разделить на 10 и 90 разделить на 10. А теперь, ребятки, найдем число 80 на числовой оси. 80. Отнимем по 10. Минус 10 – это 70. Еще раз. Минус 10 – это 60. Минус 10 – это 50. Минус 10 – это 40. Еще раз. Минус 10 – это 30. Минус 10 – это 20. Минус 10 – это 10. И минус 10 – это 0. Посчитаем, сколько шагов мы с вами сделали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 шагов. И запишем то, что у нас получилось. Следующее. 90 разделить на 10. То же самое. Повторяем это действие. Мы находим число 90. 90 каждый раз отнимаем по 10. Минус 10. Минус 10 – это 70. Минус 10 – 60. Минус 10 – 50. Минус 10 – 40. Минус 10 – 30. Минус 10 – 20. Минус 10 – 10. И последние действия. Минус 10 – 0. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас получилось 9 шагов. Хорошо, ребятки. Давайте перейдем к следующему заданию. Задача такая. 1 килограмм сыра стоит 9 монатов. Сколько монатов надо заплатить покупателю за 10 килограммов сыра? Нам известно, если 1 килограмм сыра – это 9 монатов, тогда 10 килограмм – это сколько? Нам надо 10 умножить на 9. Равно 90. Нам нужно монатов. Монатов, чтобы купить 10 килограмм сыра. Хорошо, молодцы. Перейдем к следующему заданию. Задача четвертая. 18 литров яблочного сока развили в 6 банки поровну. Сколько нужно таких банок, чтобы развить 30 литров сока? Вот у нас 6 банок. Вот эти 6 банок, ребятки, у нас 18 литров. А нам нужно узнать, 30 литров – это сколько банок? 18 разделить на 6 – это получится 3 литра. Значит, в одну банку у нас можно вместить 3 литра сока. Если 3 литра – это одна банка, то 30 литров – это сколько? 30 разделить на 3 равно 10 банок. Чтобы развить 30 литров сока, нам необходимо 10 банок. Хорошо, мы с этой задачей тоже справились. Давайте перейдем к следующему заданию. Следующее задание у нас такое. Нить длиной 60 дециметров сначала разделили на 10 равных частей. Затем каждую часть разделили на 2 части поровну. Сколько сантиметров составляет длина каждой части? Давайте представим нашу нить. Вот наша нить. Длина нашей нити – 60 дециметров. Мы ее разделили на 10 равные части. Получилось 60 разделить на 10 равно 6 дециметров. Это каждая часть, то есть одна часть. Вот 6 дециметров. Но у нас говорится, что каждую часть потом разделили еще на 2 части поровну. Разделим. Значит, 6 разделить на 2 равно 3 дециметра. Это после того, как мы ее еще раз разделили каждую часть. Вот она, 3 дециметра. Каждая часть. Обратите внимание, по условию спрашивается, в сантиметрах нам надо 3 дециметра перевести в сантиметры. Мы с вами знаем, что если 1 дециметр – это 10 сантиметров, то 3 дециметра – это сколько? Правильно, молодцы. 30 сантиметров. Теперь ответим на вопрос. Сколько сантиметров составляет длина каждой части? Длина каждой части составляет 30 сантиметров. Хорошо. А теперь перейдем к тестам. Тесты у нас такие. Первое задание. Найдите выражение, соответствующее выражению 8 и 7. Давайте с вами посмотрим. Если мы возьмем первый множитель, 8, представим, как? Если мы 6 и 3, получается 9. 6 и 2 – это у нас 8. 5 и 2 – это 7. Так 8 у нас чему равно? 6 и 2. 6 плюс 2 будет 8. 8 умножить на 7 будет нужный вариант. Второе. Каким выражением можно заменить выражение? 9 умножить на 8 минус 2 умножить на 8 минус 3 умножить на 8. В данном случае мы 8 трогать не будем, потому что эти числа повторяются. Мы возьмем 9, 2 и 3. 9 минус 2 – это 7. И 7 минус 3 у нас будет 4. Вариант А. 4 умножить на 8 у нас верно. Третье. Во сколько раз увеличили 9, если получили 72? Давайте разберем. Для этого надо 72 разделить на 9. У нас получился вариант Г. 8 раз. Правильно. А теперь задание такое для вас. Повторите умножение и деление на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И выучите на 10. Второе. Покажите на числовой оси данные выражения. Вот у вас выражение, и вы поработаете на числовой оси. Спасибо за урок. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...